Сказано было так. Все работают, все стараются, но, к сожалению, обрадовать вас нечем. Андрей Галицких рассказывает участникам инициативной группы, как прошел круглый стол с вице-губернатором Степаненко. Закон об обязательной установке системы «Эроглонас» на воззимые на марки с пробегом поднял волну негодования среди автодилеров, брокеров и физических лиц. Но эта волна разбилась о рифоне желания властей услышать владельцев машин. Сегодня на авторынке «Зеленый угол» активисты решали, как быть дальше, ведь даже в митинге им отказано. Причина – празднование Дня моряка-подводника. Лично я 19-го пойду в час дня к Ленину. Правильно, все будем идти. Плакаты, не плакаты, каждый для себя решает сам. Еще одна причина отказа, по мнению активистов, может заключаться в том, что документы на организацию митинга подавали представители партии КПРФ. В отличие от них, автомобилисты не преследуют политических целей, а хотят вернуть обратно свою работу, так как сейчас автодилеры несут колоссальные убытки. На данном этапе нужно делать сначала пикет, для того, чтобы заявить о себе, потому что нас уже задавили хорошими новостями. Все люди думают о том, что проблема решена, и сюда едут кнопки, и все будут их ставить. В самом деле все обстоит совершенно по-другому. Кнопки едут, а юридический вопрос не решен. Накануне участники инициативной группы составили обращение к президенту, премьер-министру, губернатору, полпреду и транспортному прокурору. Общий смысл изложенного на бумаге таков, что до сих пор нет ни законодательной базы, ни технической. Поэтому люди просят вести мораторий на установку кнопки. Под этими словами на сегодняшний день подписалось более тысяч человек. И это лишь начало. Голоса поддержки приходят с Якутска, Благовеченска, Красноярска и других городов России. Машины стоят на складе, в общем, пылятся и все, все контракты нарушены. Сколько машин на складе? Порядка 1700. Но я знаю, что пароходы приходят каждый день и не по одному пароходу. На каждом судне 200-300 машин. Они выгружаются. Скоро будут забиты опять все склады. Некоторые люди забирают свои автомобили на эвакуаторах, несут убытки. Опять же, эвакуаторы стоят недешево. Изначальная попытка 19 февраля отстоять жизнь поддержанных иномарок без эры отсрочила ее обязательную установку. Таможня и полиция в спешном порядке даже в выходные выдавали ПТС. После этого очередная новость. В край везут упрощенную систему, которую в ближайшее время начнут устанавливать на иномарке. После первых собраний, которые встречи произошли в администрации, нам обещали, что будет упрощенная система. Но по этой упрощенной системе, встреча была еще в феврале, до сих пор ни одного регламентирующего документа, который мы понимали, в какую сторону двигается это все, что происходит, нет. Организовать установку и производство этих устройств, их поставить на машину, это не такая большая проблема. Проблема как раз, чтобы эти устройства, все это было легально. Иначе ни о каком свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства, а значит и ПТС, речи быть не может. Первоначальная цена установки системы Эроглонас, которую озвучили, порядка 25 тысяч рублей. Однако люди, годами работающие в сфере автобизнеса, деньги считать умеют и знают красную цену обязательной кнопки. По сути, наверное, не больше 5 тысяч рублей. Это, наверное, может быть даже с установкой этой кнопки. Объясню почему. Потому что данное устройство, это банальный передатчик. Самый дешевый телефон, китайский, ну даже не китайский телефон, но самый дешевый телефон стоит 2 тысячи рублей. Так почему тогда эта кнопка должна стоить 15, 20, 30, 40 тысяч рублей? Мне как бы вот этот нюанс непонятен. Тем не менее, автопродавцы понимают, что предпринимать меры в решении вопроса с обязательной установкой кнопки нужно. И тут считают собравшиеся все средства хороши. Но пока только те, что не запрещает закон. На данный момент преобладает такое мнение. Первое, это, конечно, бороться. Второе, все-таки подавать на митинг. Определились с числом 2 апреля. Ну, дальше будем уже, значит, технические моменты. Ну и, соответственно, будем готовить это мероприятие. Сторонники инициативной группы избрали для себя тактику поведения и ждут ответа от властей. А тем временем их автомобили простаивают на складах Владивостока без документов и без системы «Эроглонасс». Алина Черненко, Василий Косилов. Новости на Восьмом.